МАТРОСОВА Уже поэтому местным жителям не поинтересоваться, кем был Александр Матросов, было бы странно. Алексей Тайдонов говорит, что в школьные годы очень любил историю, а потому о подвиге героя помнит хорошо. 7 февраля 43-го батальон, в котором служил 19-летний Матросов, получил задание атаковать немецкий опорный пункт в районе деревни Чернушки в Псковской области. Подступы к селу прикрывали три вражеских пулемета. Чтобы подавить огонь, в сторону Дзотов поползли Петр Огурцов и Александр Матросов. Огурцова тяжело ранило. Тогда его напарник принял героическое решение. Он закрыл своей грудью Дзот и дал движение, чтобы люди пошли просто. Александр Матросов был навечно зачислен в списке первой роты 254-го гвардейского стрелкового полка. Более того, посмертно Матросову присвоили звание Героя Советского Союза. Это мне даже просто приятно, что на такой улице я живу. Алексей на этой улице живет около 20 последних лет. А вот Вениамин Никулин старожил. Переехал сюда с родителями в 12-летнем возрасте. И видел, как создавалась эта часть города. В 1953 году, как участвовали, начали строиться. Сразу нам дали улицу Матросова. Потом по порядку у нас гастелло. Так у нас по порядку пошло. Времянки, землянки. Вот тут землянка была. Даже так? Да. В 1953 году это тополя были. Посажены они, знаете, рядком. Вот так вот. Вот видите, у нас вот эту дичку, вот эту невесту мы называем, ее высадили, чтобы это вот красиво было. Официальные факты строительства улицы раскрыли сотрудники архивного отдела администрации Абакана. Информация скудная, но тем не менее, это страница истории. Решением номер 78 от 13 февраля 1952 года исполком горсовета решил присвоить вновь выстроенным улицам следующее наименование. Улица 14-я была названа имени Советской Армии, 15-я имени Фрунзе. Улица 2-я Песочная была названа именем Александра Матрусова. За десятилетия совместной жизни Вениамин и Зоя Никулины ни разу не пожалели, что обосновались именно здесь. И даже сегодня, когда столица Хакасии обрастает высотками, украшается новыми парками и скверами, супруги говорят, ни за что бы не променяли периферийную улицу Матрусова на современную Центральную. У нас спокойно улица. Спокойно. И люди у нас хорошие здесь полностью. Мы друг друга все знаем. Наталья Гармашова, Сергей Казмин. Вести Хакасия. События недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова